2020 год вряд ли можно назвать спокойным. Взрывы боеприпасов в Скопине, пожар ВМ-5 моли, в довершение ко всему разбившийся рейсовый автобус, где без жертв не обошлось. В автокатастрофе под Рязанью тогда погибли четверо. Травму получили 11, в их числе 5 детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Десятилетний мальчик потерял руку и обе ноги. Сейчас он проходит лечение в московской клинике. Есть тяжелые пострадавшие. Сразу были организованы регулярные санитарные авиации. Три машины со специалистами различного профиля. Три травматологи, минохирурги, минохирурги. Выехали на место ДТП. Самое громкое во всех смыслах этого слова событие 2020-го произошло в октябре в Скопинском районе. На территории склада хранения боеприпасов в районе населенного пункта Желтухина загорелась трава. Огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Начались взрывы. В тушении арсенала под Рязани участвовало порядка 800 военных и спасателей около 200 единиц техники. В том числе 4 вертолета Ил-78 и 3 вертолета Ми-8. Более 2000 человек, проживающих в 5-километровой зоне от военного склада, были эвакуированы. Около 20 домов сгорело. Пострадали 20 человек. Гражданам, признанным пострадавшими вследствие чрезвычайной ситуации, будут осуществлены дополнительные выплаты. В частности, за частичную утрату имущества первой необходимости 50 тысяч рублей, за полную утрату имущества первой необходимости 100 тысяч рублей. Тем гражданам, которые получили в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью в зависимости от степени тяжести, тоже, соответственно, им осуществлялись выплаты. В частности, 400 тысяч рублей за тяжкий вред здоровью. Пожаров в 2020-м было немало. В декабре Рязань буквально накрыла тяжелой завесой дыма, полыхнула на производственном складе одного из промышленных предприятий. Локализация возгорания заняла у боевых расчетов примерно три часа. В отдельных случаях использовали даже кран. Некоторые бойцы работали практически прямо в огне. Но еще больше употряс рязанцев пожар в М5-мол. Однако он не стал второй зимней вишней. Обошлось без жертв, хотя для предпринимателей он обернулся большими убытками. Как видно на камерах, охрана торгового центра работала четко, без паники, в связке с пожарными, чей профессионализм позволил торговому центру, по сути, избежать крупного ущерба. В декабре Александр Сывуков, исполняющий обязанности руководителя управления МЧС по Рязанской области, наградил охранников, работающих в момент возгорания в торговом центре. Люди пытались снимать на телефон, выложить куда-то в интернет, тем самым подвергали свою жизнь опасности. Я обращаюсь к тем гражданам, которые могут оказаться в данной ситуации. Думайте прежде всего о своей жизни, здоровье, о своих близких, что с вами может что-то случиться, а не о том, что вы где-то выложили это в сети и вы стали каким-то героем. Рязанцы не раз становились очевидцами происшествий и снимали их на камеры своих мобильных. Обсуждение их видео не один раз буквально будоражило сети интернет. Так было вот с этими кадрами желтого дыма, который рязанцы заметили в районе одного из рязанских предприятий. Информацию сразу передали в Минприроды. Выяснилось тогда, что дымит в месте нахождения ООО «Экосервис МВ» такая компания. Туда была направлена мгновенно экологическая лаборатория для отбора анализа проб воздуха в жилой зоне микрорайона. Превышение изгрязняющих средств не было выявлено. Министерством было сразу же возбуждено административное расследование в отношении ООО «Экосервис МВ» вот этого предприятия. По версии предприятия дым появился из-за того, что сотрудники бросили петарду. Вот это версия предприятия. Сейчас идет, соответственно, расследование. Посмотрим, что покажут окончательные результаты его. А вот какие из работающих предприятий в Рязани действительно загрязняли воздух, мы узнаем, видимо, только в новом 2021 году. Пожалуй, високосный 2020-й стал одним из самых ярких на происшествии год. Не обошлось без трагических и просто резонансных событий. И многие из них надолго определили повестку криминальной хроники.